Бесхозную трансформаторную подстанцию в Аойзовском районе Алматы передадут в госсобственность. Этот важный объект обеспечивает электроэнергией десятки жилых домов. Такое решение было принято после обращения местных жителей к Акиму города Ербулату Досаеву. Люди жаловали, что при сбое работы подстанции ремонт часто затягивается. Взяли на контроль в районе и другие наболевшие проблемы. Какие, знает Айдана Нураш. Перебои с электроэнергией жителям улицы Эклас доставляли массу проблем. Устранить неполадки вовремя электрикам никак не удавалось. Из-за того, что трансформатор находился на частной территории. Жители начали возникать. Есть частые отключения из-за того, что АЖК не смог зайти сюда. Бывали такие случаи, что во дворе собаки и так далее. Поэтому жители обратились к нам. Обратились к Акиму городу, к Акиму району. И по указанию, по приказу Акима города были осуществлены данные работы. После обращения жителей трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией больше 70 домов, решили передать в госсобственность. Объект перенесли на бесхозный участок. Я переехал сюда 4 года назад. И всё это время у нас постоянные проблемы с перебоями электроэнергии. Мы неоднократно обращались в наш Акимат решить вопрос. Наконец нам помогли. Неудобства жителям района доставляли и автолюбители. В надежде объехать заторы, водители на большой скорости проезжали через жилые кварталы. С улицы Мамушуы, с моста, они выворачивали и проходили. И в настоящее время проходят через наш микрорайон здесь. Наши жители обратились с вопросом. И буквально через день, полтора-два, были приняты меры, были уложены ограничители скорости по здесь проезжей части. Были там на входе установлены дорожный знак. Решилась и проблема в микрорайоне Мамыр-1. Ранее на встрече с Акимом горожане посетовали наш ум в одном из строящихся объектов. Выяснилось, что застройщик не прекращал работы даже ночью. Люди очень благодарны, могут спать сейчас спокойно. По ночам работы прекращены. Кроме того, проведены ряд работ. Работы, например, по асфальтированию двора в качестве компенсации для жильцов. И сейчас, в конце августа, в начале сентября, планируются работы по озеленению прилегающей территории. Активными темпами в районе реализуется и работа по благоустройству дворов. Всего до конца сентября будет облагорожено около 200 территорий.